Всем здравствуйте, меня зовут Южаку Антон и это очередной выпуск ответов на вопросы. Первый вопрос задает Аким Ушаков. У меня вопрос. На середине курса вес останавливается в пределах 90, дальше не идет. Что делать? Дозировки добавлять? Ну, понимаете, что на рост мышечной массы, конечно, все стероиды влияют. Но стероиды это не единственное, что влияет на мышечный рост. В первую очередь на это влияет, конечно же, питание и тренировочный процесс. Поэтому, если не идет вес, первое, что я бы сделал, это пересмотрел бы свое питание. Есть очень много людей, которые на курсе садятся, к примеру, на 85 кг и во время 90 кг у них останавливается вес. При этом человек как питался при весе 85, так он и продолжает питаться при весе 90. Но, естественно, надо понимать, что чем больше вес, тем человек должен получать больше нутриентов, больше белков, жиров, углеводов. Именно поэтому, если вес останавливается, первое, что нужно делать, это добавлять калорийность. Добавлять количество углеводов, белков и жиров. Только если в этом случае вес не идет, тогда надо смотреть, какие могут быть косяки в тренировочном процессе. Возможно, человек мало тренируется, недостаточно выполняет нагрузки. У него, к примеру, маленький объем или, допустим, слишком большая интенсивность, он устал и поэтому не прогрессирует. Либо может быть такая ситуация, что средина курса и человек прям сильно форсировал нагрузку, он начал тренироваться очень тяжело. Есть люди, которые тренируются по 3 раза в неделю, они садятся на курсы, начинают тренироваться 6 раз в неделю, по 2-3 часа. Прямо не считают, что если он на курсе, надо пахать в 5 раз больше. Это неправильно, нужно тренироваться, естественно, больше, но не в 5 раз. Поэтому бывает, что люди просто начинают перепахивать, они устали, у них перетренированность, несмотря на то, что они на курсе. Чаще всего все-таки возникают травмы, но бывает, что травм нет, но человек просто перетренированный и поэтому прогресс останавливается. Начинает ухудшаться аппетит, человек начинает хуже спать. При этом он думает, что какие-то проблемы с курсом. На самом деле, даже на каких-нибудь небольших дозировках можно всегда расти. Этот рост будет очень медленный, но он будет. Если мы говорим о больших дозировках, там за 500 тестостерона, в любом случае человек будет расти. И если он не растет, скорее всего, косяки не в фарме, а в тренировочном процессе, либо питании. Добавлять дозировки – это последнее, что нужно делать на курсе. Следующий вопрос задает человек с ником Таян Таянич. А когда в силовом периоде узнать повторный максимум? Есть ли минимальная КПШ по 100? Да и вообще не многовато ли это? Это, скорее всего, был вопрос по поводу тренировочных программ, которые я писал. И вообще, я отвечу глобально, расскажу, нужно ли вообще знать свой персональный максимум и как его корректировать, как корректировать вообще всю тренировочную программу. Чаще всего более-менее опытный спортсмен, человек, который тренируется уже больше года, больше двух, он по рабочим своим весам уже понимает, какой у него персональный максимум. Этот персональный максимум у всех отличается. Один человек может сжать 100 кг на 10 раз и при этом сжать 130, а второй может сжать и 150. У всех разное соотношение между рабочим весом и персональным максимумом, но человек, который тренируется уже более-менее какое-то определенное время, он уже это понимает. Поэтому, если мы добавили со 100 кг на 10 повторений до 110 на 10 кг, то мы понимаем, что наш персональный максимум увеличился плюс-минус на 10 кг. Это такой самый вообще простой пример. Когда идет, грубо говоря, силовой цикл, и человек понимает, что 100 кпш, к примеру, и какую-то определенную относительную интенсивность сегодня он делал тяжело, а через месяц он ее уже сделал легко, то человек может предположить, что его персональный максимум уже вырос. Поэтому просто его добавить. Я лично как делаю? У людей, которых я тренирую, я делаю коррекцию по персональному максимуму в среднем по 1 кг в неделю. Это не много, но и не мало. Понимаете, что за год человек теоретически может добавить 56 кг, потому что у нас 56 недель. Те, кто тяжи, иногда идет корректировка быстрее. Те, кто легковес, иногда идет по полкилограмма, иногда по килограмму. Иногда мы корректируем по килограмму, потом делаем легкий цикл, и коррекции ПМ вообще нету, да, она останавливается полностью. Это такой тонкий момент. Никто, никогда, ни один грамотный тренер в жизни не заставит вас делать проходку для того, чтобы он определил ваш персональный максимум. Этот тренер, скорее всего, просто идиот. Потому что проходки и жимы там или приседы на один повтор, они не делаются никогда, кроме как на соревнованиях. Я имею ввиду, очень тяжело до отказа. Чаще всего человек тренируется не до отказа и очень объемно. Это если мы говорим про нашу классическую систему подготовки. Конечно же, есть американская система подготовки, там по Луис Симмонсу, где делаются отказные подходы и все остальное. Но таких тренеров, которые тренируют именно по Луис Симмонсу, они единицы. Вы вряд ли их вообще встретите когда-либо. Большая часть тренеров они тренируют очень похоже по классической системе. Если мы говорим именно про развитие силы. Поэтому, если вы тренируетесь с тренером, тренер понимает, когда у вас и какой у вас ПМ. Если вы тренируетесь сами, учитесь потихоньку корректировать ПМ и по рабочим весам, и по КПШ и усредненной интенсивности. Так как она идет легко или тяжело, вы должны сами понимать, в какой момент вам добавлять ПМ или его уменьшать. Следующий вопрос задает Вова Пассий. Антон, интересен вопрос про анастрозол. Бомбело проводил исследование про повышение уровня тестостерона анастрозолом. Анастрозол был по 4 мг каждый четвертый день. Тестостерон у испытуемых повысился, но повысился и эстрадиол. Это вот ключевое. Такой схемой он советовал поднимать свой тестостерон, но мне кажется, такие дозировки анастрозол опасны для здоровья. Собственно, я когда-то уже слышал про это, но я не видел данного исследования. Если кто-то когда-то его где-то видел, скиньте мне, пожалуйста, ссылку, я обязательно посмотрю. Пока что я прокомментирую теоретически, что будет. Если мы возьмем 4 мг анастрозола, анастрозол как раз примерно 4 дня и работает. И начнем пить по 4 мг анастрозола за раз, раз в 4 дня. Естественно, тестостерон повысится, но эстрадиол упадет просто в ноль. Вот действительно будет ноль, потому что это очень большая дозировка. Я понимаю, что уровень тестостерона будет сильно повышаться и будет повышать за собой эстрадиол. Но анастрозол в 4 мг он убьет ее в ноль. Проводили исследования, про которые я рассказывал в цикле видео о том, как повысить уровень тестостерона. И там люди употребляли по 1 мг анастрозола. И у всех упал уровень эстрадиола ниже референсных значений. А те, кто принимал по 1 таблетке элитрозола, он вообще ноль был. Поэтому такая схема, она не имеет никакого смысла вообще. Вы понимаете, что эстрадиол просто в ноль рухнет. Это будет куча побочных эффектов, это будет ухудшение иммунитета, это ухудшение либидо, это ухудшение плотности костей. Да ни в коем случае нельзя эстрадиол снижать прям в ноль. Поэтому эту схему использовать нельзя. Возможно, бомбело ее делал лет 10 назад, и тогда это была теоретически прогрессивная система. Но сейчас на дворе 2017 год, уже куча есть иностранных исследований по анастрозолу, литрозолу, по антиэстрогенам, ингибиторам ароматазы. Мы уже понимаем, что так делать нельзя, а делать надо по-другому. А собственно, как делать нужно, я рассказал видео. Есть получасовое видео, в котором я рассказываю, как правильно повышать уровень тестостерона с минимальным вредом для здоровья. И чаще всего это работает очень хорошо. Посмотрите это видео, вы все поймете. Следующий вопрос задает Руслан Гладких. Здравствуйте, Антон. Расскажите, пожалуйста, про мышечную память с анаболическими стероидами и без них. В общем, мышечная память это термин такой ненаучный. Это скорее такой бытующий стереотип. Но этот стереотип имеет, так сказать, научные логические обоснования. Сейчас я постараюсь рассказать, в чем может заключаться мышечная память. Первая – нервно-мышечная связь. Давайте представим, что на тренировку приходят два человека. Один из них в жизни никогда не держал штангу. А второй человек выполнял там жим лежа без веса. И сделал там уже много тысяч повторений. И у него идеально отточенная техника. Естественно, тот человек, у которого развита нервно-мышечная связь, у которого наработан навык, он будет выполнять упражнения технически верно. Тем самым это упражнение будет давать ему, так сказать, больше прогресса. Он будет лучше прогрессировать. И он за счет большего прогресса будет быстрее набирать и мышечную массу, или если он захочет сушиться, будет быстрее сушиться. Грубо говоря, техническое мастерство, наработанный навык в какой-то степени можно отнести к мышечной памяти. Второе. Мышцы – это такие особые клетки, потому что они многоядерные. Имеется большое количество ядер в одной клетке. И те люди, которые сторонники теории гиперблазии, они говорят о том, что делятся клетки, и их становится большое количество. И клетка, грубо говоря, она растет до большого какого-то состояния, а потом она делится на две средних клетки. И после того, как человек бросает тренироваться, у него в мышцах остается большое количество клеток. И поэтому, когда он начинает тренироваться снова, после длительного перерыва, то гипертрофировать, чтобы эти мышечные клетки начали увеличиваться в размерах, легче, потому что их больше. Это такая одна из теорий мышечного роста. И косвенно она может и оправдывать мышечную память. Ну, а теперь я скажу свое личное мнение, почему работает все-таки мышечная память, что это такое. Я считаю, что важен вообще тренировочный опыт. Чем человек тренировался больше, тем он тренируется эффективней. Со своего опыта я понимаю, какие упражнения хорошие, какие упражнения плохие, какую нужно давать нагрузку, какую нагрузку не нужно давать, что вообще нужно делать в зале. Мы приходим, и когда приходит новичок, он просто вообще ничего не понимает. Он не умеет выполнять упражнения. Он не знает ни очередность упражнений, ни правильное питание, ни сколько нужно тренироваться спать. Он вообще ничего не знает. И его тренинг малоэффективен. Когда человек с огромным опытом возвращается в тренировочный зал, он приходит в зал, он уже понимает, что нужно делать. Я считаю, что мышечная память влияет все-таки косвенно, а основа – это все-таки опыт. Когда человек с опытом возвращается в зал, он уже правильно питается, правильно тренируется, получает правильную нагрузку и прогрессирует. Именно поэтому он прогрессирует быстрее, чем новичок. А какая-то мышечная память, я считаю, что все-таки она влияет, возможно, но очень посредственно. Все-таки в первую очередь важен опыт. Последний вопрос на сегодня задает Анатолий Анатолий. Добрый день. Подскажите насчет дозировки гонотропина в 5000. Как лучше всего ее ставить? Можно ли хранить разряденное видео и тому подобное? Дозировка 5 по 5000, нет возможности купить. Если у вас нет возможности купить дозировку 5 по 5000, забудьте вообще про гонотропин. Либо можете купить 5 по 5000, а потом 4000 выкидывать. Потому что гонотропин, первое, ни в коем случае нельзя колоть по 5000. Потому что есть такой термин, ненаучный, называется пережечь яйца. Пойдет очень сильная стимуляция тестикул и клетки могут уменьшить чувствительность к лютенизирующему фолликостимулирующему гормону. Потому что хроническая гонотропина обладает свойствами как лютенизирующего, так и фолликостимулирующего гормона. И он подключается к этим же рецепторам. И для того, чтобы уровень тестостерона не скаканул прям очень сильно, клетки уменьшают чувствительность к данным гормонам. Поэтому в будущем, к лютенизирующему фолликостимулирующему гормону своему, будет плохая чувствительность и может быть низкий уровень тестостерона. Поэтому максимальная, наверное, дозировка, которая ставится, это 2500. 5000 ставится крайне редко тогда, когда нужно очень сильно увеличивать сперматогенез. Это делается для того, чтобы человек мог зачать ребенка. Для восстановления уровня тестостерона больше 2000 никогда не делается. Обычно я прописываю от 1000 до 1500. Никогда больше я не прописываю. Хранить в разведенном виде, еще раз повторюсь, что ни в коем случае нельзя. Поэтому, если у вас нет возможности покупать по 1000, покупайте по 5000. Можете ставить даже по 2000, остальные 3000 просто выкидывать. Собственно, это все ответы на сегодня. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Оставляйте ваши комментарии как на YouTube, так и у меня в группе ВКонтакте. По возможности я буду отвечать на все комментарии. Также, кому интересно, как я тренируюсь и тому подобное, можешь подписываться ко мне в Instagram. Я сейчас стараюсь регулярно выкладывать там разные посты с тренировок. Также я отвечаю там на короткие вопросы. Кому интересно сотрудничество, дистанционные тренировки или консультации, все ссылки будут в описании. Всем спасибо за просмотр. До свидания.